Давайте начнем после матчевую пресс-конференцию. Главный тренер команды «Металлург» Сергей Иванович, что по игре скажете? Хорошая игра была, интересно, забили пенальти. Нам, естественно, обидно пропускать на последней минуте, но с другой стороны соперник забил, в первом тайме пенальти. По игре я считаю, что первый тайм, во второй считаю, что мы полностью перебирали соперника, проводили преимущество, мы забили, но, к сожалению, не правильное техническое действие по отказу штрафной, получили один на один. Так что, естественно, расстроены, но будем делиться дальше. Многие не поняли, почему была показана вторая желтая карточка в картере, как объяснить эту ситуацию? Ну, судим, задайте вопросы. А вы ничего не увидели подозрительного? Ну, вратарь вышел с ленточки, я так понимаю. Ну, если вышел, то, по-моему, там желтая должна быть, не вторая, я не знаю. Окончательный счет по игре? Ну, по игре. По второму тайму, не по игре. Я считаю, что мы должны были выиграть, но, к сожалению, не получилось. Ну, удачи на следующий игр, спасибо. Главный тренер команды «Арарат» Василий Рожнов, что скажете вообще по игре? Ну, я считаю, как спадывалась игра, в самом начале мы должны были забивать и дальше доводить игру до победы. Ну, если брать концовку, когда мы уже проигрывали 1-0, мы могли пропустить и второй мяч, и третий, может быть. Так что я считаю, ничья закономерный результат на данный момент, если брать полностью всю игру. А как вы считаете, мы потеряли два очка или приобрели одну? Я еще раз говорю, я говорю, мы могли провести 1-0, если игра бы так сложилась, из-за билиных и пенальти, и свои моменты. А с другой стороны, я говорю, уже Липецк, когда вел 1-0, мы могли пропустить. Так что я думаю, не то что нельзя сказать приобрели, хорошо, что ребята руки не опустили. Вот это можно сказать, что играли до конца и смогли сыграть ничью. Так что вот так. Вопросы будут еще? Спасибо большое.